Это делают те, кто хочет заработать денег именно на этой услуге. Может 15, а в некоторых случаях, говорят, и по 30 000 люди отдают за то, что они такую получают консультацию. Представляете, такой вот, мягко говоря, аккуратный развод. Но они приходят и находят ту больную кнопку, на которую можно нажать и сказать, что ребят, давайте денежка. Как не попасться в сети таких вот оконных мошенников? Да, действительно, сети. Как проверить, кто вам обращает? Бесплатный сыр только в мышеловке. И не бывает такого, что просто вам повезло. Всем привет! С вами Кожушка Владимир, собственная компания RedBalkon, и мы снимаем очередное видео на тему. Тема – это очень-очень такая душевно больная. мошенники, обман, развод с пластиковыми окнами, с регулировкой окон, с установкой окон и так дальше. Тема, почему она вылезла? Да, она вылезла потому, что буквально позавчера к нам обращается, вернее звонит нам клиент, который говорит, что ребята, мы у вас ставили окна, а что случилось? почему от вас звонит человек и говорит, я к вам выезжаю на регулировку окон. принял звонок наш сотрудник Ольга, она говорит, вы знаете, говорит, от нас к вам точно никто не должен бы выезжать. потому что такой, так сказать, напористой, напористого предложения регулировать окна у нас нету. Мы обычно звоним и говорим, как у вас с окнами, если у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, скажите, расскажите, мы приедем, все сделаем. Ну, естественно, там что-нибудь предлагаем, какую-то услугу, если вдруг заинтересует. Так что сразу говорю, что мы не выезжаем, мы не говорим, что мы завтра работаем в вашем районе, мы готовы к вам выехать. Мы так не делаем. И я уверен, что большинство компаний, которые есть на рынке, которые работают более 5-10 лет или вообще работают и которые болеют за своих клиентов, они так не делают, потому что, на мой взгляд, это немножко ненормально. И сразу скажу, что это делают те, кто хочет заработать денег именно на этой услуги. Делается все просто. Звонок. Звонит кто-то там, девушка или молодой парень и говорит, что мы завтра в вашем доме делаем регулировку, мы у вас ставили окна, мы придем к вам и, так сказать, посмотрим на ваши окна, а вдруг там вам нужна помощь. И он скажет какие важные слова, что это все абсолютно бесплатно. Представляете, он скажет, что мы выезжаем и это делаем бесплатно. Естественно, лично если мне кто-то позвонит, я скажу, что извини, у меня окна стоят, я их и сам могу отрегулировать или я знаю, к кому я могу обратиться, если какая-то другая услуга будет. Но если вдруг это звонят пожилому человеку, то какая у него может быть реакция? он на самом деле, наверное, думает, о-о-о, да, может быть, там что-то поддувает или вот что-то у меня уже такое было. Сразу скажу, что это хороший инструмент для того, чтобы правильно попасть и зацепить того человека, который, ну скажет, да, приезжайте. Представляете, да, вам лично, да, если вы ничего не понимаете, или вашим родителям может позвонить такой человек и по факту он придет в квартиру и, ну, посмотрит на ваши окна, посмотрит на них, естественно, он там что-то по-любому может найти. Он может найти то, что для нас, производителей, для нас, компаний, установщиков, это считается нормальным, потому что мы это знаем, мы об этом говорим, окна не все 100% герметичные, есть специальные места, в которых это нормально, что есть доступ, маленький-маленький доступ воздуха. Так что если придет какой-то суперспециалист, который заинтересован навязать какую-то услугу, который заинтересован что-то впарить, короче, получить с вас денег, он, естественно, придет сказать, что да, это делается абсолютно-абсолютно бесплатно, диагностика, но найдет те моменты, очень важные, да, которые скажут, здесь у вас плохой уплотнитель, он уже почему-то выгорел на солнце, да, он у вас там какой-то где-то потрескался, да, где-то он, кстати, может просто отойти, потому что он резиновый, он может просто отойти, там, сдвинуться, и он скажет, он у вас плохой, он всох, и теперь его надо заменить. Или фурнитура где-то что-то там отходит, вот смотрите, у вас там не доходит. Это все даже по гарантии, ну, делается, ремонтируется. И потом, мягко говоря, просто выставит счет. Счет может быть стоить 5000 рублей, может 10, может 15, а в некоторых случаях, говорят, и по 30 тысяч людей люди отдают за то, что они такую получают консультацию. Представляете, такой вот, мягко говоря, аккуратный развод. Приходит, смотрит, находит, пожалуйста, давайте, мы вас спасем, а если вы это не сделаете, то у вас окна вообще могут упасть. Представляете, настолько нагло предлагает, навязывает эту вот услугу, что даже, ну, представить даже, ну, как бы трудно, да, что это могут делать люди, которые немножко думают о том, ну, что это нормально или нет. Да что тема очень такая, она такая жесткая, да, она в чем-то больная. Мы о ней, естественно, говорим всем нашим клиентам, что нет, мы не выезжаем, это не мы, если мы к вам поедем, мы вам позвоним, а если вдруг кто-то вам позвонил, то, пожалуйста, пожалуйста, звоните нами и говорите, что вот кто-то позвонил, это вы или не вы. Все наши номера телефонов есть в доступе. Я лично, есть в Facebook и ВКонтакте в Одноклассниках, компания Элитбалкон, пожалуйста, обращайтесь, скажем, расскажем. Я могу, кстати, выехать, бесплатно посмотреть, там, здесь дует или не дует, мне это в удовольствие тепловизором. Еще посмотрим, если вдруг точно что-то, есть какие-то подозрения. Информацию о том, как обезопасить себя в таких случаях, мы взяли с портала Окна Медиа. Крутой портал, там очень важная информация. Я просто сделал вырезку, нарезку, я долго-долго не изобретал ничего. Поехали. Расскажу, покажу. Вот такая там тема есть. Я не знаю, с какого она года, не посмотрел, когда делал скриншоты. Пожалуйста, бесплатная диагностика окон, развод по-русски. Что происходит? Кто-то звонит, кто-то предлагает, все то же самое я сказал. Задача взять деньги, взять их по карточке. Очень просто, кстати, да, карточка есть, могут терминал подсунуть или, кстати, вот-вот на номер телефона переведите, да, или, естественно, наличные деньги. Ну и когда это происходит? Это происходит, сразу скажу, это происходит весной, когда уже, может быть, что-то уже наболело. Это может происходить в зимний период, когда первые морозы. Действительно, да, когда минус 10, о, конечно же, вам пожалуйста, да, тем более скажут, что это от компании, это 100% могут попасть. А в итоге принесете вы договор, там, так у вас гарантия закончилась, вы что? У нас гарантия не заканчивается, мы своих клиентов не бросаем. У нас гарантия, она пожизненная. Мы можем приехать, заменить фурнитуру. Ну, они приходят и находят ту больную кнопку, на которую можно нажать и сказать, что, ребят, давайте, давайте денежка. Весной, зимой и еще раз зимой, когда сезон стал меньше, когда у них появляется вот возможность забрать деньги. Кто, кстати, кто клиент таких людей? Это пожилые люди, которые не могут, которые не знают, которые, возможно, что даже никогда не слышали про такую вот схему мошенничества. Я всех, так сказать, хотел сказать, заклинаю. Я всем говорю, пожалуйста, предупредите всех своих. Первое мнение мошенничества – это все-таки ремонт окон, регулировка, звонок, получить от клиента завышенную цену за какую-то фигульку. То есть уплотнитель метр может стоить там до 500 рублей, хотя его себестоимость 35-40 рублей. Представляете, сколько это денег вы просто отдаете им. Дальше. Это от производителей, которые как будто бы продают и окна, но в то же время заходят как регулировка. Сомневаюсь, что это есть такие именно производители. Вот есть такое сомнение, да, но как бы есть согласие с тем, что это те компании, которые предлагают заменить окно. То есть первые, вернемся, это те, которые хотят с вас взять денег за регулировку и замену каких-то деталей. А вторые – это те, которые хотят с вас взять за замену всего окна. Придет, скажет, ой, оно сейчас упадет, вы что, давайте его менять, потому что оно там вообще небезопасное. Как не попасться в сети таких вот оконных мошенников? Действительно, сети, потому что все инструменты задействованы для того, чтобы содрать денег. Ну, все очень просто на самом деле. Все очень просто, все до банальности, да. Ну, первое, да, если вам звонок, пожалуйста, говорите, что по какому номеру договора. Или лучше, конечно же, иметь договор под руками, потому что окна – это неотъемлемая часть помещения. Ну, не должно быть такого, что купили окна за 50, за 100 тысяч и документы потерялись. Это ненормально. Спросите, по какому номеру телефон, вернее, договора, обращаетесь и сомневаюсь, что вам там ответят. Хотя, может быть, база куплена или своровано. Сотрудник ушел от какой-то компании, он ее перепродал, и люди могут знать 100%. Найдите договор, позвоните по тому номеру, по которому вы заказывали. Вот здесь вот как раз. Это по телефону могут позвонить. Второе – это звонок в дверь. Мы там от управляющей компании, мы по госпрограмме и так дальше, посылайте их туда же, откуда они пришли. Ни в коем случае не открывайте двери, говорите, у нас все хорошо, спасибо и так дальше. Так, кстати, так могут еще обращаться по поводу замены счетчиков, батареи, все что угодно. Если говорят о Джеке, Дезе, пенсионный фонд, сразу дверь на замок, на щеколду, никого не выпускать, не выпускать. И листовка рекламок, листовка в ящик или сайт какой-нибудь, или там может наклейка на дверь, все что угодно. Проверяйте, кто там. Если вдруг, да, действительно у вас есть какая-то конкретная проблема с окном, и вдруг у вас появилась мысль насчет того, что с окном нужно что-то сделать, и вы потеряли договор, и вы там не знаете, действительно там, у вас никому обратиться, кто может вам порекомендовать. Хотя на самом деле это просто смешно, меня вообще легко найти, да. Компании известные, крупные, они тоже такую услугу делают, и она у них на порядок дешевле, чем у некоторых специалистов-одиночек, которые могут кидать листовку. Мы не кидаем листовки. И хотя раньше мы кидали, у нас там было вот такими буквами написан сайт, мой номер телефона, директор, пожалуйста, обращайтесь. Не ведитесь на дешевые листовки, не открывайте двери по звонку. Телефон, да, естественно, лучше не общаться. И тут вот окна медиа, такой расписала список о том, как проверить, да, кто вам обращается. Если вдруг что-то случилось, ну, естественно, это не должен быть мобильный номер, просто мобильный номер, что эта компания, она, ну, действительно компания, а не просто сайт, на котором есть адрес и то, хорошо, если он есть. Естественно, нужно все проверять, абсолютно. Если это листовка, проверьте ее. Если вам приходили в ЖЭК ДЭС, позвоните в ЖЭК ДЭС. Если вам позвонили с номера телефона, тем более, ну, хорошо, если позвонили на мобильный, обычно звонят на городской, потому что вы не сможете определить, что это за звонок, и у вас нет обратной связи. Спросите номер телефона и скажите, а давайте вы перезвоните через 15 минут, я там посоветую с мужем, с там, женой, с внуком, с детьми, и оставьте номер телефона, я вам перезвоню. Ну, скиньте этот номер телефона, там, своим детям, назовите, пускай они по Яндексу проверят, да. Или, там, позвоните соседке, скажите, слушай, пускай внук проверит по Яндексу, что это за номер телефона, и тогда будет такая общая картина, потому что, если это крупная известная компания, которая называет свой городской номер, она должна появиться в Яндексе, и вся информация должна быть в открытом, там, окна, калево, оконный континент, дивные окна, там, века, в рехау, что-то должно быть привязано к бренду, да, или к производителю, который на рынке уже предоставляет услугу по замене окон или услугу по ремонту окон. Так что, обращайте на это внимание. В принципе, в принципе, всё. Самый главный вот такой вот слоган, да, можно так его сказать, что бесплатный сыр только в мышеловке, и, ну, не бывает такого, что просто вам повезло. И там действительно будет что-то такое вот прям волшебное, вкусное, полезное. Так что, рекомендую на эту тему, так сказать, на весь эти ролык внимания. Всё. Кто я? Я, собственно, в компании RedBalcon. Мои хэштеги, безопасные окна, безопасное остекление, безопасный балкон и хэштег Кожушка рекомендует. Вся информация, максимально доступная в соцсетях. Мои контактные данные, мой сайт, моя почта, два номера телефона мобильных и городской. Пожалуйста, звоните на любые вопросы, я отвечаю. Подробное описание будет под видео. Следите за хэштегами, делитесь в соцсетях, делитесь со своими друзьями, рекомендуйте. Кстати, за рекомендацию мы презентуем. Спасибо за просмотр это видео. Кожушка рекомендует. Продолжение следует...